Светлана, я являюсь руководителем департамента продаж по Мальдивам и сегодня хочу вам рассказать об этой уникальной стране, какие-то тонкости продаж, совершенно не присущие другим странам, ну и также обо всем подробно сейчас по порядку. Громче. Постараюсь погромче, но вроде как бы все остальные меня слышат. Может, проверьте свои настроечки у себя, там как-то звук прибавьте. Ну всё, значит, начинаем. Так, Мальдивы. Мальдивы – это острова, это островной архипелаг. Они у нас расположены в Индийском океане, недалеко от Индии, Шри-Ланки, всем общих известных для понимания, да, где это находится. То есть буквально час езды туда, час езды туда, и как бы Мальдивы рядом. Но они не похожи ни на одну такую страну мира, которую мы с вами знаем, и которую мы с вами посещали до того, как. И сейчас узнаем с вами почему. Город прилета на Мальдивы и столица Мальдивы – это город Мале. Мале является самой маленькой столицей мира. Мальдивы – это буквально один остров. Рядом с островом аэропорт – это тоже рядышком стоящий остров. Между всеми островами обычно циркулируют катера, лодки, самолёты, гидросамолёты. Ну, в принципе... Так. Проверьте, пожалуйста, свои настроечки. Плохо слышно. Плохо слышно. Сейчас попробуем добавить лука. Так лучше. Раз-раз, два-два. Слышно? Проверьте, пожалуйста, смотрите. Если не может быть, что кто-то громче, кто-то хуже... Микрофон у меня находится сразу возле головы, сразу возле рта, поэтому я не думаю, что как-то плохо он может быть звучать. Давайте, я буду стараться громче, как только могу. Но вроде как бы в половине слышно, может быть что-то, может наушники, может гарнитуру оденьте. Итак, столица, как я и говорила, это город Мале, самая маленькая столица мира. Вера в стране, вера в стране, это ислам, то есть они являются мусульманами. Язык у них местный, разговаривают они на диалекте девехи. Время опережает Киевское летом на три часа, ой, то есть зимой на три часа, летом на два часа. На некоторых островах существует свое время. Есть плюс час, минус час, то есть когда вы будете приезжать на острова в отелях, туристы ваши будут приезжать на острова в отелях, они, естественно, уже будут осведомлены на месте, какое время там действует. Оно даже может отличаться от Мале, от местного времени, и на каждых атоллах бывает свое местное время. Климат у них тропический, жаркий, влажный достаточно климат, но так как острова маленькие и с разных сторон продуваются, эта влажность не так ощутима, как, скажем, на соседней Шри-Ланке, либо на соседней Индии. Температура круглый год воздуха около 30 градусов, плюс-минус 2-3 градуса, все зависит от погоды. Летом это более такая, скажем, дождливая пора, там приходят мессоны, приходят тропические дожди, они обычно несут такой кратковременный характер, и обычно они после обеда, то есть до обеда обычно светит солнышко, все прекрасно, после обеда начинаются дожди. Температура воды ниже 26 никогда, наверное, не понижается, иногда она бывает совсем горячей, но это происходит после зимнего сезона, где-то апрель, май, июнь, пока не начинаются дожди. Температура воды, прям, скажем, в некоторых местах, особенно в лагунах, ну, она горячее, наверное, воздуха, и поэтому иногда даже как-то не совсем комфортно для тех, кто любит более посвежее воду. То есть не бывает холодной воды на Мальдивах, не бывает холодного воздуха на Мальдивах, не бывает, скажем так, каких-то там некомфортных погодных условиях, которые бы мешали бы отдыхать людям на Мальдивах. Далее. Далее особенности страны. Ну, всем, наверное, известно, что Мальдивы открыли итальянские дайверы. Это Мекка для дайверов, для дайвинга, для разного погружения. Там есть очень много мест, которые действительно уникальны и нигде, ни в одной точке мира больше не повторяются. Очень интересное расположение островов друг от друга. То есть если вот очень много островов самих по себе, там около тысячи с чем-то, даже более 1200 островов на Мальдивах. И где-то, скажем, около 100, более чем 100 отелей – это острова отелей. Один остров – это один отель. Есть острова населенные. Есть острова, скажем, муниципальные, там, где находится муниципалитет данного атолла. Чтобы понимать, что такое атолл, для вот такого простого понимания – это группа островов, которые находятся как бы в такой вот цепочке, скажем, в таком колечке. И один из этих островов является как бы столицей атолла, является муниципальным центром атолла. На Мальдивах нету всеми любимой анимации, скажем так. Там достаточно тихо, спокойно. Очень много развлечений, связанных с водными видами спорта. Это рыбалки, дайвинги, сноркелинги, скайсерфинги, ну, все, виндсерфинги, все, что связано с водой, с водными развлечениями вы найдете на Мальдивах. Для молодожен идеальное место, если есть у человека мечта поехать после свадьбы на райское, скажем, медовое путешествие, то это будет Мальдива. Они 100% будут соответствовать этой цели поездки. Там настолько красиво, там настолько спокойно, там настолько умиротворяюще и романтично все вокруг, что это единственное место, на мой взгляд, на мой взгляд, которое полностью, на 100% будет соответствовать медовому месяцу. Ну, опять-таки, все отели с высочайшим уровнем сервиса, даже если это отель 3 звезды, скажем так, он будет соответствовать полностью, целиком и полностью на Мальдивах. И опять-таки, отель 3 звезды, стоящий на Мальдивах, это лучше, чем 3 звезды, скажем, стоящий в Турции. Потому что пляж, природа, она неизменно красива в 3, 5, 4, в Deluxe, VIP звездах, одинаково красиво, одинаково хорошо. По поводу, что запрещено провозить на Мальдивах. Запрещено провозить на Мальдивы алкоголь. Это категорично запрещается. На въезде в страну просвечивается весь багаж туристов. И если в багаже есть какие-то предметы, напоминающие бутылки, там, емкости с алкоголем, они издымаются, ликвидируются безвозвратно. На Мальдивы запрещено провозить порнопродукцию, естественно, наркотики, естественно, оружие. Запрещено бросать и мусорить на берегу какой-то мусор, банки, бутылки. Чтобы это ни было, все запрещено. Запрещен нудизм на Мальдивах, топлис в том числе. Запрещено доставать из моря кораллы, ракушки, звезды. И все, что связано с водным миром, и вывозить с Мальдив тоже запрещено. Штраф за это около 500 долларов. На Мальдивах в отелях есть алкоголь. И он все зависит от отеля. Где-то он подороже, где-то он подешевле. Ну, скажем, стартовая цена на бутылочку пива от 5 долларов. И шампуни нюхают. Если будут привлекать внимание, будут нюхать все. И шампуни, и мыло, и все, что будет у них на уме понюхать, они все понюхают. По полетной программе. В этом году у нас есть блок мест на авиакомпании FlyDubai. Вылеты мы осуществляем по субботам, возвраты по средам. Вылеты. Каждую субботу из Киева аэропорт Жуляны в 14.00, в Дубае прилетаем в 21.05, из Дубая в 00.55 и на Мале в 6.15. Обратно возвраты по средам, то есть со вторника на среду. Из Мале вылет в 00.50, в Дубае в 4.25, из Дубая в 9.25 и в Жулянах в 13.00. Как вы видите, мега удобные стыковки. Все очень и очень удобно, все комфортно. И, в принципе, основной такой полет приходится на ночь, когда люди уже отдыхают, и он легче переносится, чем, скажем, дневные переезды. По поводу вопроса «Духи ввозить можно?» Ввозить можно все. И шампуни, и духи, и все остальное, кроме алкоголя. Это правила страны. Они не обсуждаются. Следующая авиакомпания, на которой мы работаем под запрос, это авиакомпания Turkish Airlines. Вылеты и возвраты ежедневно. Из сигареты ввозить можно. Вылеты и возвраты ежедневно. Из Киева в 21.15 вылет, в Стамбуле в 23.30, из Стамбула в 3 часа ночи и на Мали в 13.55. Возвраты тоже там очень удобные. Они происходят в вечернем макаре. Они в 23.30 вылетают. В Мали, в Стамбуле они около 4.00. И в 7 утра из Стамбула рейс в Киев утром уже в Киеве. То есть очень удобные Turkish Airlines. Сколько в полете от Стамбула? 7 часов 20 минут. До Стамбула 2 часа. То есть в принципе все удобно. Есть такие, вот мы например летали с рекламной группой в сентябре. В сентябре мы делали стыковочки даже, которые можно было на сутки сделать стыковочку. Не на сутки, а на день. Не в 7 часов утра вылететь, а в 6 часов вечера вылететь. И целый день мы еще проводили в Стамбуле. Турция для нас безвизовая, достаточно удобно. Поэтому как бы очень-очень удобно. По Fly Dubai не кормят. Это Fly Dubai, об этом уже все знают. С этой авиакомпании, слава богу, работаем не первый год. По Turkish Airlines, конечно, кормят. Особенности трансферов на Мальдивах. Вот тут вот чуть-чуть надо обратить внимание и как бы и запомнить. Трансферы. Трансферы на Мальдивах осуществляются тремя видами транспорта. Это катера, которые в принципе ездят круглосуточно. В некоторых случаях, если совсем далеко находится остров, то там уже после, скажем, 8-9 они не осуществляются. Основной массой, если катер, то это близлежащие острова. И это максимум до 30-40, ну максимум 50 минут. Трансферы, осуществляющие на гидросамолете, как вот показано у нас на картинке. Эти трансферы осуществляются только в дневное время суток. То есть, солнце встало в 6 утра и до 16.30 максимум, до 17.00 они летают. Если самолет вдруг прилетает позже, но это касательно не наших рейсов, а рейсов бывают через Москву или через Вену, либо, ну мало ли еще какие бывают рейсы. Если самолет прилетает позже 4-х, даже после 3-х, то уже на гидросамолет туристы не успевают. В таких случаях, если гидросамолет на остров летит, нужно делать ночь на Мале. Но это уже при бронировании, это в принципе менеджеры всегда звонят и предупреждают, что туристы не успеют при данной полетной программе и говорят, как с этим делом быть. Есть еще такой вид транспорта, это внутренние авиалинии. Внутренние авиалинии это самолетики, достаточно небольшие, но очень комфортные, которые вылетают опять-таки с аэропорта Мале и садятся на ближайший, вот как я вам говорила, муниципальный остров, там где находится, скажем, столица каждого атолла. И от этой уже столицы на катере всех развозят по отелям. Такие трансферы осуществляются достаточно, скажем, позднее, чем гидросамолеты. Они в некоторых случаях летают до 10 вечера и с раннего раннего утра, то есть они могут летать в темное время суток. Принимающих компаний у нас несколько, поэтому все зависит от того, какой отель вы будете бронировать. Да, во все пакеты, которые у нас посчитаны на сайте, включен трансфер. Если в отеле существуют два трансфера, ну, к примеру, катер и гидросамолет, то включен катер. И если, то есть тот, который, скажем так, дешевле. Если хотят туристы повысить себе трансфер, да, то, пожалуйста, звоните, перебронируем, но стоимость доплаты уже будет дополнительно внесена в заявку. Итак, по отельчикам. Сегодня мы с вами рассмотрим отели разных категорий. Скажем так, на Мальдивах нельзя определить четко. Вот это, например, 3 звезды, это 4 звезды, это 5 звезд. Там достаточно они разные по уровню и по сервису. Вообще, в принципе, разные отели. Поэтому я бы так разграничила на стандартные категории, категории superior, категории deluxe и на категории VIP. Начнем мы с категории стандарт. Первый отельчик, который мы с вами посмотрим, это отель Fun Island. Количество номеров в отеле 50. Питание базовое, единственное, full board. Цена, если взять, например, я все цены брала из расчета на 1 ноября на 10 ночей на нашем блочном месте Fly Dubai. Поэтому стоимость указана на человека с авиаперелетом на авиакомпании Fly Dubai из расчета 10 ночей. Трансфер в отель осуществляется на катере 45 минут. Недалеко от аэропорта преимущество. Достаточно комфортные номера, чистенькие, аккуратненькие. Есть две категории номера Beachfront и Deluxe Beachfront. На картинке это Deluxe Beachfront. Достаточно такой просторный, романтический номер. Находится с стороны острова менее людной. Там очень красивое море. Очень много, кстати, на этом острове, как мне идея, ракушек. Вот можно найти действительно красивые, которые лежат на берегу. Но, к сожалению, вывозить их нельзя. Можно полюбоваться, посмотреть. Это действительно украшает отдых. Красивый есть домашний риф. Прекрасный вариант для бюджетного отдыха. Хорошее питание, как для трех звезд. Была и курица, была и рыба. Были гарниры. Были даже, скажем так, какие-то салатики, огурчики, помидорчики, какая-то зелень. В принципе, было все. Достаточно для трех звезд. Питание было на уровне. Следующий отель «Стандарт», категория «Стандарт», «Даран Клабронали». Его очень часто запрашивают. Работает по системе «Все включено». Количество номеров в отеле 130. Питание работает, опять-таки, на «Все включено». Цена на человека на 1 ноября 2679. Трансфер на катере занимает 40 минут. Достаточно уютный отель, комфортненький. Очень любят наши туристы. Из-за питания «Все включено». То есть, в соответствии цены и качества, очень хорошее. Расположение недалеко от Малия. То есть, все очень близко, все очень удобно. Следующий отельчик. Вопрос, где находится этот отель. К какому отелю относятся? Отели находятся на островах, девочки. На каком отеле, это можно посмотреть на карте. Карта есть у каждого человека. Смотрите, давайте так. По отолам я никогда не распределяю отели. Отели нет никакой разницы. Уже в то время, когда говорили, вот Ари, Атол, Ба, Атол, Северный Мали, Южный Мали. Это уже не принципиально важно. Совершенно. Все зависит от отеля и от его расположения от аэропорта. Везде есть коралловый риф. Везде есть лагуны. Я не знаю, Юлия, в чем вы видите разницу. Если вы хотите, я вам отдельно распишу потом после презентации, где находится каждый отель. Следующий отель рассмотрим. Мадугали Резорт и Спан. Номеров 56. Питание Half-Bord Full-Bord. Очень красивый коралловый риф. Очень красивый коралловый риф. 20 минут на гидросамолете. Если есть группа на 10 человек, то можно организовать трансфер на катере. Но это если едет уже группка. Хорошие, уютные номера. Очень зеленый, с достаточно пышно-трапической растительностью. Достаточно хорошее питание. Удобная лагуна есть для плавания. То есть, действительно, во всех отношениях, как вы видите на картинках, вечером даже приплывают акулы, которых подкармливают. И можно полюбоваться, как будто они маленькие котята, эти акулы. Отель Holiday Island. Достаточно популярный. Один из самых стартующих позиций на Мальдивах. Расположен недалеко от острова Самайланд. Тоже самый популярный отельчик. Работает на всех типах питания. Тихий, спокойный, уединенный. Трансфер на внутренних авиалиниях с подвозом на катере еще 10 минут. То есть, достаточно быстро, комфортно. Номера хорошие, чистые. Между отелями Самайланд и Фанайланд курсирует лодочка. Ежедневно с утра до позднего вечера. То есть, можно проживать в отеле Holiday Island. Ездить на территорию Самайланд. Вот в отеле, если кто-то хочет уединиться и побыть в тишине и покое, Holiday Island очень хорошо для этого подойдет. По питанию. Нормальное достаточно питание. Не могу сказать, что там что-то будет супер-пупер изысканное. Но опять-таки, курица, рыба, какое-то мясо, какие-то десертики, фруктики всегда будут галунами, туристы не останутся. Следующий его, скажем, брат отель, Санайланд. Это один из самых больших островов на Мальдивах. Питание тоже разнообразное. Скажем так, Санайланд иногда называют турецкими Мальдивами. Очень много русскоязычной публики в этом отеле. Очень русские любят этот отель. Хороший такой, действительно большой отель с большим хорошим бассейном. Есть даже дискотека на острове. То есть можно взять велосипеды на прокат, поездить по острову. Различный выбор, то есть такой большой выбор различных водных развлечений. Рядом с отелем есть коралловый риф. Все, 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 что только хочет пожелать турист, в принципе, можно найти на острове. Питание достаточно простое, но все, опять-таки, все есть. Если чего-то не хватает, работают в отеле а-ля карт рестораны. Тайские, итальянские, можно сходить, где-то что-то такое интересненькое для себя попробовать прочувствовать. Номера хорошие, чистые. На верхней картинке это номер Waterville. Водные виллы у них действительно хорошо расположены. Там очень красивое место, такая красивая лагуна. Всегда возле водных вилл проводятся свадебные церемонии. Ну, то есть красиво. Можно наблюдать, сидеть на своей водной вилле и наблюдать, как проходят свадьбы. Это действительно завораживающее зрелище. Вот, в принципе, недорого. Сами посудите, 2,307 для уровня пяти звезд. И, скажем так, хорошо соотношение цена-качество. Бунгало на воде не сыро. Ничего подобного там нету. Все хорошо, все комфортно. Где нет туристов из СНГ, нету таких отелей, где не было бы туристов из СНГ. Следующий отельчик. Хороший отельчик. Скажем так, хорошая, твердая четверочка. С достаточно хорошим уровнем питания. С достаточно хорошим уровнем сервиса. Большой остров на 164 номера. Удостоен награды Best Beach за один из лучших пляжей. Там очень близко подходит коралл и вход в море песочный. То есть, для любого отдыха. То есть, как бы, не надо ходить по острову. Где-то бывает на островах. С одной стороны, например, очень близко подходит коралл. И очень удобно зайти. Нужно пройти влево или вправо, обойти остров и найти, где более комфортный вход в море. В этом месте самый лучший пляж, самый красивый. Тут тебе рядышком как бы и коралл, и песочек. То есть, достаточно комфортно для любых туристов. Что еще по этому отелю? В нем есть хороший спа-центр, хорошие номера. А, и в школе действует... Ой, в школе, господи, в отеле действует школа кайт-серфинга. Вот как с девушками рисована на верхней картинке. Можно попробовать поучиться. Что-то новое для себя возможно понравится и найти новые увлечения. Банда Сайлент. Банда Сайлент прошел полную реконструкцию. Один из самых первых отелей на Мальдивах. Очень интересный такой большой остров. Очень близко расположен от аэропорта Мале. Множество категорий номеров. От обычных классик-рум до уже там категорий, которые, скажем, совсем находятся на пляже, прямо на песке. То есть, там ханимоны. По нашим туристам, очень любят наши туристы этот остров. Возле острова есть хороший коралловый риф, хороший удобный вход в море песочный. Действительно интересный отель, хорошее питание, как для четырех звездок, просто даже сказать, отличное. Работают а-ля карт рестораны на территории отеля. Цены, в принципе, достаточно приемлемые. Единственное но. Этот отель вот сегодня на завтра не забронировать. Если да, то только бронировать за месяц, за два месяца до заезда в этот отель. Включен ли алкоголь в различные типы питания? Конечно, не включен. Алкоголь включен, только во все включено. То есть, в принципе, по Бантесу можно рекомендовать всем туристам. Единственный, скажем так, нюанс, который советую запомнить. По отелю есть такая категория номеров, называется классик-рум. Достаточно скромная, находится в середине острова. Ну, так очень экономно. То есть, номера на троечку, не на четверочку. Ну, и по стоимости они тоже, конечно, не как вся остальная масса. Следующий отельчик, Центара Расхуши. Относится к тайской цепочке Центара. Достаточно известная марка, достаточно уже давно зарекомендовавшая на нашем рынке себя. Очень с хорошей стороны. Прекрасное место для отдыха романтических пар. Бар в отеле не подтверждает детей младше 12 лет. И это очень хорошо, да, для тех людей, которые хотят, не хотят слышать детей. Для тех, кто хотят быть, скажем так, более уединенно. Совершенно подойдет. Есть в отеле несколько баров. Все это очень стильно сделано. Действительно, такой стильный отель. Небольшой остров, достаточно маленький. То есть, его можно обойти, наверное, за минут 15 максимум. Причем по берегу. Не через долю, не пересекая остров. Хороший номерной фонд. Все достаточно новое, так как он недавно открыт. Возле отеля хороший коралловый риф. С водных вилл прям можно спускаться, прям уже в коралловый риф. И там плавать, рассматривать рыбок. Действительно, красивый, комфортный. Опять-таки, недалеко от Мале. Большой плюс, да, что не нужно там перелетать еще час. Там тратить время на какие-то переезды. То есть, вышел из самолетика, вас в лодочку посадили. 15 минут, и вы в отеле. В отеле есть несколько типов питания. Half-board, full-board и all-inclusive. Питание хорошее. Есть различные виды зелени и блюд, и гарниров. Для четырех звезд очень даже хорошее. Алякарт-рестораны тоже работают в отеле. Причем они по хорошим ценам, достаточно нормальные, доступные цены. Можно сходить, покушать, скажем так, средний чек на человека будет около 20-30 долларов. Для Мальдив это недорого. Отели категории Deluxe. Рассмотрим первый из них. Анксана Веловару. Находится достаточно не близко от Мале, но очень интересен сам по себе. Мы его смотрели в этом году. Хороший отель, и сейчас о нем поподробнее. Перелет осуществляется 40 минут на гидросамолете, либо внутренней авиалинии до ближайшего острова, и еще на скоростном катере подвоз. При бронировании можно это указывать. В принципе, стоимость заложен трансфер на гидросамолете. Обычно его уже не меняют на внутренней авиалинии, но кто боится летать на гидросамолетах, есть такие туристы, достаточно такое, скажем, удовольствие сомнительное, то можно перебронироваться на внутренней авиалинии. Рекомендуем этот отель для отдыха с детьми, для пар. Хороший, достаточно рядышком, коралловый риф. Он не близко возле острова. К нему каждый день отвозят на специальном кораблике. Но действительно очень красивый. Там можно увидеть различные виды рыб. Я лично видела там бесчисленное количество разных, каких угодно, намного, наверное, больше, чем я видела когда-либо на других островах и в том же самом Египте. Есть очень хороший комплекс водных вилл. «Анксана Виловару и Ошен Виллос». Это вот прям отдельно стоящие дома, двухэтажные, на воде. Между островом к ним, к этим виллам, они на Отмеле недалеко, в одном километре расположены, ездит водочка регулярно. Каждые полчаса, то есть можно прийти на рецепшн, сказать, что мы хотим на водные виллы, пойти, и там можно тоже заняться дайвингом. На водных виллах свой рецепшн, на водных виллах свой ресторан, есть бар и есть спа-центр. Но также, если надоело сидеть у себя на водной вилле, хотя, не знаю, там, наверное, не надоедает это делать никогда, можно сесть на лодочку и поехать на остров. Остров очень такой, достаточно зеленый, скажем, среднего такого размера, небольшой, не маленький. На острове живут попугаи, их там, скажем так, откармливают, выращивают. Они достаточно такие ручные, скажем, одомашненные, садятся вам на руку, если взять какое-нибудь яблоко в руку, может сесть и поесть это яблочко, и попозировать, даже с вами сделать фотосессию с попугаем. Следующий отель из уровня Deluxe, это Анантара Дигу и Анантара Велли. Скажем так, это три отеля, которые расположены, три вместе. Внизу, буквально на нижней картиночке, вы видите три острова, Анантара Дигу, Анантара Велли и Наладу. Недостаточно близко расположена та аэропорта, на катере 35 минут, можно на гидросамолете. В стоимость, вот в данном случае, заложен катер. Если туристы хотят все-таки сократить путь и провететь 10 минут, то, пожалуйста, есть доплата, существует. Обычно доплата около 200-300 долларов за человека. Отель славится своим безупречным сервисом. Очень красивый номерной фонд, хороший, качественный, с большими номерами. Все номера имеют выход к морю, сразу на берег, на песочек. В данном отеле мы даже повстречались с дельфином, он прям приплыл к нам под ноги. Когда мы пошли купаться, приплыл дельфин и плавал. Вот нам было воды по колено, а он с нами прям плавал. Не знаю, это какое-то чудо, потому что местные сказали, что это нечасто бывает. Но, видимо, бывает. Это, конечно, оставило очень такие яркие впечатления об этом отеле. Хороший такой отель с хорошим питанием. Там в каждом отеле работает по три ресторана. Рестораны достаточно уровнивые, с очень таким высоким уровнем, скажем, еды, приготовления. Там они стараются угодить продукты, которые привозятся, они высокого качества. Сыры, мясо, рыба. То есть все, что завозится в отель. Если это горгонзола, то это горгонзола. Если это, скажем, я не знаю, сколько там сыровых видов было на завтрак. Очень много. И подается это все действительно красиво. Подача сама по себе вызывает уже аппетит. То есть такой отель, в который приезжаешь и чувствуешь себя, скажем так, как минимум принцессой. Что еще про этот отель можно сказать? Да, между отелями циркулирует катер. Можно спокойно ездить с одного отеля на другой отель. И в отеле Велли в основном только для взрослых. Дети до 12 лет туда не допускаются. То есть это более такой, скажем, взрослый отель, романтическое место. Отель Диву более детский отель. В отеле Диву есть детский клуб, есть все развлечения для детей. Но, в принципе, между отелями опять-таки, я говорю, что ездит лодка. Можно пользоваться территорией соседнего отеля, без проблем ездить в рестораны другого отеля. Только уже по все счета, которые будут туристы заказывать, они будут автоматически передаваться на ресепшн того отеля, где они живут. Следующий отельчик – это отель на Ладу. Это третий отель. Он является, скажем так, эксклюзивным островом из сети Анантар. Гости этого отеля могут передвигаться по всем трем отелям, но на этот остров на Ладу только гости этого отеля, которые там живут. Да, трансферы между отелями бесплатные совершенно. Приходите на ресепшн, говорите, что я хотела бы отправиться на соседний остров. И вам говорят, вот присядьте, сейчас лодочка подъедет, и вас отвозят на другой остров, на который вы захотели. Скажем так, данный отель – это более такой, скажем, островной отдых, в том понимании, в котором мы его видим. Очень-очень зеленый, тихо, спокойно, между виллами расстояние такое, в принципе, что вы не видите своих соседей. Все так очень удачно спланировано. Можно, вот если люди хотят уединения, тишины и покоя, то на Ладу это будет идеальный вариант. Для них обособлено, с хорошим уровнем сервиса, с очень хорошим номерным фондом. Все номера полностью оборудованы по высшему слову техники. Есть все. И оно какое-то, знаете, домашнее. Туда попадаешь ты, как будто дома. Стоят какие-то вазочки, какие-то цветочки, какие-то мелочи, книжечки в номере стоят, чтобы вы почитали, если вам выгрустнулось. Тут тебе ванна, тут тебе сауна, тут тебе рядышком сразу же бассейн. Единственное, что стоит учитывать, что вот если вы посмотрите на картинку сверху, вот все ошен-виллы, которые расположены на бич-хаусе вверху, они расположены возле кораллового рифа. То есть там сразу очень близко подступающий риф к самому домику, к самим бунгало. С этой целью, со стороны, где вот песочек, если посмотреть снизу, вот такая лагуночка, песочек, там стоят шатры, за каждой вилой закреплен шатер, и вы, естественно, можете прийти в свой шатер, там себе спокойненько отдыхать, ходить на пляжик, то есть как бы туристы не так, что вот напротив твоей вилы, вот твой пляж, можешь зайти, не можешь зайти, твои проблемы. Тут продумано все. То есть тут у вас коралловый риф, можете заниматься дайвингом, то есть сноркелингом, и если хотите поваляться на песочке, понежиться на песочке и покупаться в лазурной водичке, да, там полежать звездочкой, образно говоря, на отмеле, то welcome. Шатры стоят очень близко, там буквально чуть-чуть пройти, никаких проблем не будет с этим. Дальше. Так, что мы тут пропустили. Да, Центара Грант. Второй отель на Мальдивах из сети Центара. Центара принадлежит к известной, опять-таки, китайской марке, мы уже с вами об этом говорили. План питания Ultimate All Inclusive прекрасно подходит для отдыха с семьями. Есть хороший детский клуб, в All Inclusive включен и мини-бар, полностью наполняемость мини-бара в номере, она включена в стоимость. Интернет тоже включен в стоимость. В принципе, в отелях билюкс уровня интернет по территории отеля есть везде. Вот уже в стандартах, в супериорах не везде. Ну, обязательно Wi-Fi есть на рецепшене, есть в паблик-зонах, то есть это, возможно, возле бассейна, либо же в каком-то баре отеля. В каждом отеле как бы свое место покрытия. В отеле есть еще определенные виды спорта, они моторизированные, это там каякинги, различные еще всякие там лодочки, какие-то катамараны, они тоже бесплатно можно взять, попользоваться безвоздь местным. В отеле трансфер на гидросамолете 45 минут, то есть, в принципе, не совсем далеко. У отеля есть свой лаунж, своя лаунж-зона в отеле, ой, господи, в аэропорту, откуда вылетают гидросамолеты. То есть достаточно комфортно, если вы сидите, ожидаете своего гидросамолётика, то есть комфортненько, удобненько сидите, ожидаете. Можно освежиться, попить соков, чая, съесть каких-то печенечек, яблочек. То есть достаточно комфортное ожидание. То есть не ощущается ожидание в аэропорту так сильно, как могло бы быть. И парочка отелей напоследок у нас VIP уровня. W Retreat, известный отель, который входит в цепочку отелей Starwood Hotels. Достаточно молодёжное место. В этот отель не селят детей до 13 лет. Минимальная площадь номера в отеле 145 метров квадратных. Красивые номера, очень в светлых тонах, достаточно комфортно сделаны. В каждом номере есть свой бассейн. В зависимости, конечно, от категории номера. Где-то побольше, где-то поменьше. В отеле работает ночной клуб 15 Below. Как они всегда хвастаются, у нас только в этом клубе от 90 видов разновидности водки. То есть, это у них такая фишка. Приезжайте, попробуйте наш ночной клуб. У них дискотеки не каждый день. Через день по определённым дням, по-моему, там вторник, пятница, воскресенье. Но не буду точно говорить, потому что бывают дни, наверное, шаменяются. Проводятся романтические ужины. Вот, например, на нижней картиночке. Специально для этого отведённое место. Туда ставится столик, стулья красиво накрываются. И к вам приставляется батлер. И уже можно со своей второй половинкой на закате очень-очень романтично покушать. По поводу принимающей стороны, как я уже говорила в самом начале, у нас несколько принимающих сторон. Всё зависит от отеля, который вы бронируете. У кого-то, скажем, лучше, у одной принимающей компании, скажем, лучшая позиция в этом отеле, мы бронируем в этом, с этой принимающей компанией. У второй принимающей стороны лучшая позиция в другом отеле, мы бронируем, естественно, с той стороной, где, в каком отеле лучшая принимающая компания работает. В этом отеле, к примеру, Let's Go Maltives. Дальше. Есть много а-ля карт ресторанов, действительно, с хорошим уровнем питания, с хорошей подачей, достаточно изысканная кухня, ну, я не знаю, то есть, если есть молодёжь, которая хочет поехать на Мальдивы и отдохнуть комфортно, удобно, скажем так, с шиком, то этот отель, он совершенно полностью подойдёт. Давайте я закончу по отелям, и вот на все вопросы, которые не касаются каждого отеля в частности, я отвечу. Санево Фуши. Отель. Основная концепция курорта – это роскошь на лоне природы. Комфортабельные виллы, все расположены на берегу, с прямым выходом к океану. Очень красивый коралловый риф. Минимальная площадь номера 236 метров квадратных. И, как видите, на верхней картинке это может и восемь бедрум, то есть восемь спален быть в номере. Это несколько вилл, да, соединены в одну, да, между собой бассейном. В отеле очень хорошее питание. Отель, скажем так, говорю, любимый отель Мадонны и Бреда Питта. Они очень любят туда приезжать. Там очень красивое место. Максимум, что можно взять от природы, это все там есть. По отелю все, что там производится, все, что там делается, это все максимально с технологиями, чтобы сберечь природу, окружающую среду, все перерабатывается, то есть все, все, что происходит на острове, все максимально тщательно, ко всему, очень бережно, с таким бережным, бережливым отношением к природе и окружающей среде. В отеле есть несколько а-ля-карт ресторанов, все очень хорошего уровня, ну, как бы это, само понятно, такая изюминка отеля. Есть там шоколадная комната, комната сыров и, скажем так, хамона, там можно туда прийти в любое время с утра, со времени завтрака до 10 вечера и совершенно бесплатно попробовать там шоколад, который они делают там ручную работу на месте, мороженое, можно попробовать себе там взять какой-нибудь очень вкусного сыра там итальянского, французского, неважно, очень много всяких разновидностей, ну, естественно, есть множество всякого разного еще там мяска, хамоны, колбасы, салями, то есть все это на месте вам там отрежут, все, что покажете пальчиком, все попробуйте и это как комплимент от отеля. Что еще об этом отеле? Хороший дайвинг-центр, в принципе, дайвинг-центры есть в любом отеле на Мальдивах практически везде, ну, кроме, наверное, троечек. Что еще? Да, в отеле строится сейчас детский клуб, достаточно большой, посреди острова там будет аквапарк, что, в принципе, скажем так, ну, наверное, нового для Мальдив нету еще никаких, даже горок я не видела ни в одном отеле на Мальдивах. Тут будет аквапарк, достаточно такое прям будет мини-сити для детей. В связи с этим, я думаю, что в отеле будет множество, не множество, а такое мекка для детей в будущем. Что еще? По отелю, да, есть даже детская йога в отеле, то есть они настолько заботятся, чтобы все гости, дети, взрослые, все-все-все были довольны, то есть, ну, наверное, для VIP-туристов один из самых лучших вариантов. Следующий отель, отель Дуси в Тане, уровня Deluxe, хороший отельчик, количество номеров 100, достаточно такой тоже максимум близко к природе, не такой, конечно, прям 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 совсем-совсем эко-отель Соне Вахуши, но тоже они очень заботятся об окружающей среде, беспокоятся, у них ничего там не вырубается, ничего не, скажем, уничтожается, то есть максимум остров остается в том первоначальном состоянии, в котором они его взяли в аренду. В отеле очень много тайского элемента, то есть, в принципе, Дуси-то не Дуси-то, они все знают, что это тайская цепочка. Очень хороший тайский ресторан, с хорошей кухней, действительно, даже просто какие-то рестораны, в которые мы ходили на обеды, они тоже, ну, очень такие большие блюда, очень вкусно, действительно, с душой приготовленные, очень качественно, хорошая подача, то есть, для уровня туристов очень взыскательных, они будут полностью соответствовать. Хорошие виллы на воде, в виллах на воде дети не допускаются, скажем так, это очень частая практика на Мальдивах, что в виллы на воде не допускаются дети, только на ВИЧ-виллы. Красивый коралловый риф тоже сразу же возле берега. По аквапарку, аквапарк будет в отеле Санево Фуши. Нет, сразу же посередине острова. То есть, опять-таки, есть детский клуб, есть инфраструктура для ребенка, в принципе, все есть, все, что только пожелают гости. В отеле работает пара вечером, развлекает публику из Белоруссии, достаточно красиво очень поют, различные красивые и зарубежные песни, и наши песни. То есть, очень-очень такой, скажем, приятный нюанс. Можно прийти вечером в баре, выпить коктейль, послушать красивые песни, и голоса вообще неимоверные. Очень приятные ребята, они всегда открыты, всегда общаются с нашими гостями, это тоже такой большой плюсик. Следующий отель уровня делюкса, Нантара Кихава, ну, скажем, больше такой делюкс VIP. Отельчик находится достаточно, как бы, недалеко, но и не близко. На гидросамолете 35 минут. Этот отель славится тем, что в отеле работает подводный ресторан, как вы видите на картинке внизу. То есть, действительно, это, действительно, подводный ресторан. Это не как в Конраде два столика, как бы, и все. Хороший такой, опять-таки, тайская цепочка. Их очень много тайских цепочек на Мальдивах. Плюс этого отеля хорошие виллы, такой, действительно, хороший номерной фонд, хорошее питание. Есть детский клуб, различные виды, какие только душе будет угодно, развлечения на воде, развлечения на берегу. Ну, опять-таки, про номерной фонд, наверное, говорить. Их там много разных категорий номеров. Все номера с бассейном, все практически выходят к своему пляжу, свой кусочек пляжа, оборудованный шезлонгами. Что еще могу сказать? Винный погреб. Работает в этом подводном ресторане с очень большим количеством вин с разных стран, разных годов выпуска для истинных любителей вина. Это будет очень интересный экспириенс. Что еще по нему? Ну, опять-таки, с детьми, пожалуйста, приезжайте. Детский клуб работает, есть различные детские развлечения и детские комнаты, и комната для тинейджеров, и всякие электронные игры, и все-все-все, что только, чем можно увлечь детей, все есть в отеле. То есть для любых, для любых туристов. Для туристов, кто ищет романтики. Для туристов с семьями, с детьми, кому надо увлечь детей. То есть для любого туриста, изыскательного, самого-пресамого будет подходить. По поводу очень часто звучит вопрос, как с подводным рестораном. Подводный ресторан бронировать нужно заранее. Нужно бронировать из Киева, потому что на месте часто уже места там нет. Стоимость ужина на человека в данном ресторане 800 долларов. То есть как бы не дешево, скажем так. Но для туристов, которые едут в Анантару и Кихава, в принципе, совершенно доступно. По свадьбам на Мальдивах. Свадьбы на Мальдивах проводятся, в принципе, в каждом отеле. Ну, очень редко, что в каком-то отеле свадьбы не проводятся. Что она из себя представляет? Это не официальная церемония. Это подтверждение брачных обедов. То есть вы приходите туда и еще раз говорите друг другу «да», но при этом все вокруг, конечно, не так, как это бывает в Закте. И во многих отелях это происходит на закате. Если есть какое-то пожелание сделать это на расцвете, пожалуйста, ну, в основном это происходит на закате, на берегу, с видом на закат. Ставят шатер, украшают листьями банановых деревьев. Танцовщики, да, там, которые работают там же, в отеле, переодеваются в национальные костюмы, берут барабаны и под грохот барабанов проводят вас к месту самой церемонии. Там все зависит от пакета. Либо это, скажем так, шампанское с кусочком тортика, либо это кокос, который там загадываете желание и выбрасываете его в океан. Чем дальше он улетит, тем, как бы, по поверью, желание ближе к Богу, и оно быстрее исполнится. Вот, что там еще? Вы некоторые пакеты включены в завтрак на следующий день после церемонии. Обязательно после того, как вы сказали обед, вас садят на национальную лодочку Дони и возят вокруг острова на этой лодочке. Вам наливают шампанское, ну, либо там, что у вас там по пакету уже заложено, вы смотрите, катаетесь, вас привозят уже к вашему номеру, провожают, опять-таки, с барабанщиками к номеру. Вечером, может быть, когда стемнеет, ужин барбекю на пляже, но, опять-таки, все зависит от пакета. Это и так образно, как это обычно выглядит. И на следующее утро завтрак в номер с шампанским прямо подают молодоженам. Номер, естественно, украшают цветами. По поводу свадебных платьев, свадебных костюмов в некоторых отелях они предоставляются, есть даже напрокат, но оно такое, конечно, уже все, ну, можно себе представить, не очень, скажем, такое, ну, чистое, да, что ли. Лучше привозить с собой из дома свадебное платье, какие-то свадебные костюмы, услуги фотографов. Некоторые пакеты входят, в некоторые не входят. То есть, нужно в каждом отеле свой пакет, причем в одном отеле может быть три пакета, там, стандартный, серебряный, платином, то есть, разные пакеты, разная наполняемость пакетов. То есть, уже на момент бронирования по каждому отелю надо каждый пакет рассматривать отдельно. Так, что у нас? Ну, почему Мальдивы? Потому что Мальдивы, это уникально, потому что такого вы не увидите нигде. Хотят люди уединения, пожалуйста. Хотят люди посмотреть, заняться рыбалкой, причем рыбалки есть разные, там, утро, обед, вечер, ночь, дайвинг днем, ночью, поездки на необитаемые острова, романтика, ну, я не знаю, ну, такой красоты, как на Мальдивах, поверьте, нет нигде. Много-много мест красивых, но это уникальное место, действительно, которое заслуживает внимания. Потрясающий подводный мир, всегда тепло, всегда хорошо, все-все-все, вот, ну, я не знаю, вот такое ощущение, когда попадаешь на Мальдивы, ты попадаешь совершенно в другой мир. Ну, я не знаю, если рай есть на земле, то это, наверное, Мальдивы. Хороший, действительно, уровень сервиса, хорошие отели, все всегда хорошо, независимо, если 4 звезды, природа от этого на Мальдивах не меняется. 5 звезд, конечно, уровень сервиса будет выше, но, опять-таки, всегда хорошо, в любом случае на Мальдивах хорошо. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Как устроена канализация на островах? Обычно на каждом острове есть, скажем, такие устройства, которые это все перерабатывают, опресняют, и все эти отходы, которые не перерабатываются, они вылозятся в место, где есть утилизация этих отходов, все остальное опресняется, и, естественно, выбрасывается в море уже, ну, скажем так, очищенном состоянии. Для профессиональных дайверов можно любые отели подбирать. Вот, в принципе, любые, везде, в каждом отеле есть дайвинг-школы, все, практически все, поди. Все, наверное, зависит от уровня отеля, от стоимости отеля, на что они рассчитывают. Скажите, пожалуйста, за отель атмосферы, которые на уле. Средняя стоимость обедов и ужинов, где нет all-inclusive, ой, все зависит от отеля, где-то это 20-30 долларов, где-то это может быть 100-200, все зависит от уровня отеля. Чем выше уровень отеля, тем дороже обычные цены в ресторане. Про атмосферу. Недавно отреставрированный отель, работает на все включено, подходят для отдыха с детьми, хороший коралловый риф рядом, хороший отель. Если какие-то вот именно тонкости по отелю, присылайте, будем вам отвечать, или звоните. Что-то еще? Алкоголь нельзя провозить на Мальдивы вообще, ни молодятам, ни немолодятам. То есть это запрещено правилами страны. На острове, пожалуйста, покупайте, употребляйте, это никто не запрещает. Нет, в отелях казино нет. Про работу принимающих. Как встречают туристы? Наверное, вопрос туристов, да? Как звучит это? Как это происходит? На момент, когда человек выходит уже с полученным багажом из аэропорта Мали, сразу же перед выходом стоят очень много представителей с табличками. В некоторых случаях они сразу же представители от отелей. То есть если человек, например, бронирует Дусит Тани, его встречают с табличкой Дусит Тани, его берут за ручку и проводят туда, куда нужно провести. Если, ну, в любом случае, в отеле находятся представители принимающей компании, название принимающей компании всегда указано в вашем ваучере, поэтому можно подойти к представителю принимающей компании, если вы вдруг не нашли отель, в который вы едете, и он вас проведет, поможет вам туда, куда вам нужно пройти. Так, дела с интернетом в отелях обстоят, я уже говорила, практически во всех делюкс-отелях, авиапи-отелях, вай-фай по территории всего отеля. В отелях стандарт категории, то есть в отелях попроще, вай-фай есть, но он на лобби, то есть на ресепшн, либо в паблик-эреа. Вот, что еще? Есть платный скоростной интернет в номере, его можно подключать уже на месте согласно тарифу отеля. Так, что еще? Вопросов больше нет. Денежное обращение, кредитные карты, пожалуйста, все это в ходу. Денежное обращение в долларах, евро можно расплачиваться, без проблем менять на местную валюту совершенно необязательно. Все, девочки, вам тоже большое спасибо. Будут еще вопросы, обращайтесь, обязательно поможем, подскажем. Все, что нужно, звоните, пишите на почту. Всего доброго, хороших продаж! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...